Это самый большой код. Делается это для того, чтобы сравнить натяжение нити и придать значение скорости стреле. Также ее поместить на сцену. Сложные алгоритмы смело зашиты в детскую игру. Сделал это Тимур Фархудзинов всего за один день. Для продвинутого квантарианца тоже вызов. Но задачу Тимур выполнил на отлично. Большие цели у юноши не только в учебе, но и в выборе будущей профессии. Если помечтать, то это главой крупной игровой студии. Также быть включенным в этот процесс. Не просто быть финансовым директором, а конкретно помогать всем своим подопечным, подчиненным. Создавать крутые игры, которые будут не только приносить прибыль, но и самое главное радовать конечного потребителя. В яблочко. Так называется проект Тимура. Талант молодого человека высоко оценил глава региона. Александр Авдеев с азартом погрузился в виртуальный мир. Целись в мишень? Да, целись в мишень. В игре Александр Авдеев превратился в рыцаря и пострелял из лука. В яблочко Авдеев попал с первого раза. А это территория робототехников. Здесь занимаются и девушки. В руках Виктории робот-трансформер. Дети, не углубляясь в сложное программирование, могут ставить, например, роботу танцы, или же учить его ходить и так далее. Этому Виктория научилась в Кванториуме. Здесь она занималась пять лет, принимала участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах и без экзаменов поступила в МГУ. Кванториум дал мне преимущества некоторые, которые состоят в том, что я уже пробовала защищать проекты перед серьезными достаточно людьми. Это конференция, на которой ездят ученые, и также рассказывают и представляют результаты своей работы, где точно так же задают вопросы, критикуются, диджюри. Азы точных наук постигают и юные химики. На столах наборы реактивов и микроскопы. Все как в современной школе, только оценки здесь не ставят. А на занятия Настя приходит по собственному желанию. Девочка мечтает стать врачом. Я хотела бы работать как папа дерматолога, дерматовединирова. Лечить кожу всяких людей. Детский технопарк Кванториум работает во Владимире 5 лет. Химия, физика, биология и медиатехнологии – предметы, которые ребята изучают здесь факультативно и абсолютно бесплатно. Но это стационарные Кванториумы. А у нас еще есть два мобильных Кванториума. Это такие серьезные автобусы с очень серьезной начинкой, инженерной, технической, информационной, которые разъезжают по школам сельским и также работают с ребятами. А здесь проводят испытания всех разработок Кванториумцев. Этот робот умеет печь блины. У него даже есть имя – Юми. Пройти мимо ароматной выпечки не смог и глава региона. В технопарке детей обучают 40 преподавателей. Лучшим Александр Авдеев вручил благодарственные письма. Дипломы получили и талантливые ребята. Ежегодно занятия посещают почти полторы тысячи школьников от 7 до 18 лет. Как-то так получилось, что у населения есть стереотип, что в Кванториум трудно попасть. Что тут очереди, здесь прям все очень сложно, надо там 10 лет ждать. Нет, на самом деле все не так. То есть есть свободные места практически всегда и во всех возрастах. Ну, разве что вот начальная школа, группы набираются очень быстро. После экскурсии Александр Авдеев ответил на вопрос ребят. Они интересовались развитием науки и поддержкой молодых специалистов. Авдеев подчеркнул, строительство таких центров – одна из основных задач. В области появляются новые высокотехнологичные производства. Для них уже сейчас нужны квалифицированные специалисты. Кадровый вопрос со временем поможет решить в том числе и Кванториум, уверен глава региона. Сейчас уже 6,5 тысяч выпускников Кванториума, которые погрузились в эти современные, даже посмотрели, даже просто потрогали. Они уже более востребованы, они уже более ориентированы на работу в современных технологических предприятиях. Думаю, что они будут более успешными. В нашем регионе работают два детских технопарка – во Владимире и Муроме. В этом году построят еще один в Коврове. Проекты реализуются благодаря федеральной поддержке, а также областным профильным программам. Наталья Забнина и Вячеслав Сноровкин.